Удар ниже пояса в незавидном положении оказалась сфера туризма на Камчатке в самый разгар сезона и массового наплыва туристов на полуостров. С 19 июля на территориях Краноцкого и Корякского заповедников, а также Южно-Камчатского заказника, проведение экскурсии приостановлено. В руководственном учреждении принято решение о приостановке экскурсионной и научной деятельности в связи с необходимостью наладить операционную деятельность учреждения в отсутствии ключевых сотрудников в связи с принятым решением суда по уголовному делу об очистке. Мы делаем все возможное, чтобы возобновить полноценную работу учреждения и одновременно готовимся к подаче экскурсионной жалобы и обжалованию приговоров. А пока в Краноцком ищут пути решения проблемы с организацией работы заповедника в отсутствии ключевых сотрудников, в подвешенном состоянии находятся и сотни туристов, забронировавших путевки на Камчатку, и, конечно же, местные туроператоры. Последние, в свою очередь, в срочном порядке разрабатывают новые альтернативные маршруты для туристов, оставшихся неудел. Это облеты южной группы вулканов Мутновский-Горелый, посадка на вулкане Ксудач и Хадуткинские горячие источники. Также второй маршрут, та же южная группа, но мы еще добавляем туда Ночикинское озеро, в которое в этом году зашло небольшое стадо нерки. Это действительно очень удивительное зрелище, которое стоит посмотреть. Ну и само озеро тоже является очень красивой достопримечательностью, которая заслуживает внимания туристов Камчатского края. И третий наш маршрут, он не совсем новый, но, тем не менее, это такой эксклюзивный. В чем его эксклюзивность? Вулкан Хангар находится в середине Камчатского полуострова, и очень часто случается так, что даже когда есть группы, они отменяются из-за плохих метеоусловий. И попасть туда действительно это большая удача. На завтра, на 20 число, у нас уже запланировано несколько рейсов по этому маршруту. То есть туристы смогут увидеть вулкан Хангар во всей своей красе, а также посетить Тимоновские источники. Смогут искупаться в источниках, попробовать целительные нарзаны и увидеть Тимоновский заказник, что тоже является достопримечательностью Камчатского края. Ну, несомненно, вот ситуация с Долиной Гейзеров и Куридским озером, туристы очень сильно расстроены по этому поводу. Замены, наверное, именно этим маршрутам найти будет сложно, но Камчатка, она удивительно, очень большая, и у нас появилась возможность показать и более, ну, такие неизвестные, но не менее интересные и красивые места Камчатки, что мы будем делать с удовольствием для наших туристов. Новые маршруты – это, конечно, замечательно, но туристы все же не теряют надежды исполнить мечту побывать в Долине Гейзеров и на Курильском озере. Относятся с пониманием, наверное, и с большой надеждой, что в ближайшие дни все-таки полеты возобновятся, мы тоже на это очень сильно надеемся. Мы тоже переживаем за коллектив Кранотского заповедника и очень-очень сильно надеемся на скорое возобновление работы. Даже те, кто уже сейчас записан, люди, они не отказываются, они в силу своих короткого срока пребывания на Камчатке, они в любом случае ждут и надеются, что вот-вот мы все равно сможем слетать. Как сообщалось ранее, 15 июля суд Петропавловска признал виновными в хищении крупной суммы бюджетных денег сотрудников заповедника, начальника научного отдела Дарью Паничеву, заместителя директора по науке и экологическому туризму Романа Корчигина, заместителя директора по финансовому и правовому обеспечению Оксану Терехову. Природоохранники получили реальные сроки и были взяты под стражу в зале суда. В знак протеста директор заповедника Петр Шпилинок подал заявление на увольнение. Кроме того, массово написали заявление на увольнение и другие сотрудники учреждения. Руководство заповедника просит партнеров из научных и природоохранных организаций, туристических компаний, а также людей, которые хотели бы в ближайшее время увидеть заповедную природу Камчатки, отнестись к ситуации с пониманием. Коллективу требуется время, чтобы организовать работу учреждения в новых сложных условиях.